Блокировки, СМС, сбросы паролей. Скорее всего, начав спам, вы столкнетесь с различными санкциями от Инстаграма. Внимательно посмотрите данное видео, так как оно, возможно, поможет вам понять причины. Итак, тезисы. СМС-чекпоинт при заполнении профиля может быть из-за неуникального текста, неуникальной аватарки, либо, чаще всего, из-за сайта, на который вы ссылаетесь. Убедитесь в том, что вы используете один домен не более чем на 10-15 аккаунтах, а также в том, что у вас не стоит партнерская ссылка на кнопке. Помните о том, что она должна быть скрыта на дополнительной странице. СМС-чекпоинт на постинге может быть из-за неуникальной фотографии. По СМС-чекпоинтам также можно определить качество аккаунтов. Если на предыдущих двух пунктах вы сделали все нормально, но СМС все равно вылезает именно на заполнение аккаунта и данных о нем, то, скорее всего, аккаунты некачественные. Сброс пароля чаще всего происходит при смене устройства и IP. Частое явление на брут аккаунтах. Допустимая норма СМС на данный момент для меня около 10-20% на старте, чаще всего в пределах 10%. Для спама чаще всего используется IPv6 прокси. Их лучше использовать по одному на каждый аккаунт. Максимум 1 на 3 аккаунта. Причем второй вариант довольно безопасный. Можно сэкономить. Если вы используете IPv6, то не используйте 64-ю подсеть и более, так как один забаненный аккаунт банит всю подсеть. Безопасно использовать 48-й блок, хоть это решение и немного дороже. Если аккаунт на IPv6 забанен, данный прокси больше не используйте. Каждый раз картинки должны быть строго уникальными, по второму кругу использовать не рекомендуется. СМС-чекпоинты на старте работы – нормальное явление для веб-регов. Не используйте в работе эмуляторы типа BlueStacks и Genimotion. В обязательном порядке необходима привязка в Facebook. Самые качественные аккаунты – аккаунты с мобильных регистраторов, покупные, как правило. Хуже – веб-реге. Если аккаунт регистрировался с использованием мобильной эмуляции, то в софт надо перенести девайс-айди и гид, иначе велик риск СМС-чекпоинта. Если аккаунт поймал временную блокировку – на фолловинг, лайкинг, отписку, то оставьте его в покое до указанной даты, плюс минимум сутки. Также желательно не делать действия с того же прокси. При прохождении СМС-верификации на один номер телефона рекомендую активировать не более трех аккаунтов. Редиректы, в том числе 301-й – верный путь к бану, поэтому надо использовать прелендинги и другие способы. Тексты в профиле и в описании их фото, если они есть, должны быть максимально уникальными. И, конечно же, не забывайте думать. Если у вас что-то не получается, проанализируйте ситуацию, выдвиньте гипотезы и проверьте их. Порой на тесты приходится убивать кучу времени, силы, денег, но только так появляются темы, приносящие большой профит.